здоровки амиго погнали посмотрим видосик а youtube любит блин стало выходить слишком много аниме и каждый сезон аниме такой народ вы сказали что хотите еще больше осенний сезон принес больше 60 новых сериалов 23 продолжения 14 сикаев и фэнтези то 500 отжевых сериалов 2 гоночных аниме 2 мы с ней реально похожие аниме романтику повседневность экшен их так много что мне остается сделать только одно давай отложено аниме осени безумный автор манги я герой представляет аниме про ниндзя знали что ниндзя еще существует конечно нет на то конечно нельзя и как ниндзя это аниме не дает предупреждающий шаг примеру этот парень обычный иностранец так что он делает он приехал в японию чтобы стать ниндзя знаю что вы думаете типичный биобу в аэропорту нарита но он серьезно он находит на улице рандомную табличку с надписью будешь стать отрежу стручок очевидно и оставил ниндзя это испытание это значит если отрежешь три члена то станешь ниндзя без вариантов он подходит с ножницами к рандомному челу отливающему на улице легкая мишень а отрезанный член оказался тофу это была приманка он выдал что он ниндзя лол сучки он тоже ниндзя с ниндзя приемы нет 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 это нет нет это 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 не может быть правдой что там за минус в чате это не может быть действительно аниме нет я не верю мучало отливающему на улице что за бред а отрезанный член оказался тофу это была приманка он выдал что он ниндзя лол сучки он тоже ниндзя с ниндзя приемами он умеет ниндзить то этот мужик первоклассный ниндзя а чё за фигня ну а стрим отвалился мальца на естественно этот сериал как лихорадочный бред из побочной миссии кудзе такие достоверные ниндзя нам нужны ну да у них нет тюрикенов оранжевых комбинезонов и ниндзю цупризыва но может ли ваш любимый ниндзя сделать так на протяжении года что блять мы ниндзя сделать так что за на какого чёрта на протяжении года многие самые громкие лучшие сериалы оказывались сиквелами уже существующего аниме этот сезон не исключение наше любимое аниме семья вернулась на второй заход у доктора стоуна сейчас одна из лучших арок убийца гоблинов вернулся с а убийством гоблинов токийские мстители с невестой чародея продолжаются 7 смертных грехов получили сиквел что его не назвали восемь летальных проступков я достаточно степа над фэнами я не буду этого делать пусть радуется а я промолчу поговорим о чем-нибудь другом я недавно закончил играть файнал фэнтези 16 вот стебу с радостью герой щита был глупым но веселым и секаем который сделал все что от него требовалось в первом сезоне я не понимал куда сюжет может пойти дальше второй сезон услышал меня и сказал ладно чё и стал ужасающим разочарованием лошади люблю походу не только я разочаровался во втором сезоне да буду много таких сикой но даже мне приходится выбирать что продолжать смотреть поэтому третьему сезону придется сделать что-то особенное чтобы основа заинтересовался турнирная арка восхождение в тени второй сезон а вот это я забудь ладно отпусти и забудь во второй сезон восхождение в тени уже как тут как тут это а теперь давайте серьезно потому что вышло новое киберспортивное аниме а идущим на поправку геймере не мире который не гамал с тех пор как его папа ушел за сигаретами и не вернулся потому что он умер по крайней мере так сказала мама почему он все еще считается геймером он ни разу за все свои годы без гейминга не терял своего геймерского духа да да он истинный геймер не видевший настоящей травы больше четырех лет он вынужден заботиться о больной младшей сестре которые поставили диагноз лязни в возрасте двух лет мио-чан-лигма не кокатый нас и команда не и гума борис сука ладно хорошо да публик какой-то жесткий кокатый нас но вопреки всему он сделал то чего не сможет большинство угнетенных геймеров когда его тиммейтом нужен был реальный геймер он не применил воспользоваться предоставившейся возможностью показав что даже самые сломанные геймеры могут восстановиться что любой геймер может достичь мечты перед лицом трудностей при поддержке своих друзей с болеющей за него толпой он сел он включил компьютер и удалил геншин импакт база жиза я удалил геншин с такими мыслями он включил компьютер и удалил геншин импакт ладно время реального геймерского аниме помните чувство когда вы увидели первую серию сау еще не знали чем сериал окажется когда рынок не был насыщен одинаковыми типа иссякайными аниме про варгейминг так вот фронтир шангрила вызвал у меня те же волнение при этом не ставим на карту ничьи жизни а просто представив игру в которую по-настоящему весело играть тут геймер специализировавшийся на прохождении самых плохо задизайненных сломанных игр начинает доминировать в божественной игре этот чувак открыл для себя элдон ринг после видеоигры про голума и сразу видно что он реальный потный геймер потому что он из тех чертей кто играет голым билдом раздавая криты этот сериал для тех кто правда хочет геймерское аниме похоже он сделан людьми которые вовремя любят видеоигры он пропустил кат-сцену о нет погодите тут парня переродившегося свиньей приютила анимешная девочка нет я не могу нет я не вынесу этого слова нет собак тебе было мало теперь ты пришло за нашими свиньи аниме что дальше кошки утки медведи криспи бэйкон не ради этого умер что мы сделали чтоб такое заслужить криспи это тот самый поросеночек которого ютуберша снимала на протяжении сколько-то дней а потом в конце зажарила этот этот тот самый и спи бэйкон не ради этого умер что мы сделали чтоб такое заслужить о боже почему мы живем в мире где собакам и свиньям достается больше сучек чем нам ух пожалуйста скажите что в сезоне есть что-то что очистит мою душу опа обычно в сезоне есть минимум один новый сериал обязательный к просмотру после одной серии и я рад сказать что на этот раз это фрирэн провожает кстати у фрирэн рисовка как у как у этого как же как живут как живут безработного перерождение промо один в один либо я что-то недопонимали бы та же самая студия что ли вам прям один в один обязательный к просмотру после одной серии и я рад сказать что на этот раз это фрирэн провожающая в последний путь фрирэн не типичная анимешная фэнтези здесь нет повелителя демонов нет большого приключения со спасением мира нет высочайших ставок однако мало какие сериалы достигают такого эмоционального веса за одну серию этой истории эльфийки которая отведена слишком много времени практически бессмертного в наших глазах интересное это не а не одна вселенная хотя наверно вряд ли создание мгновение ока десятилетия проходят спутники стареют друзья умирают и остается лишь сожаление о потерянном времени который она могла провести с ними эта история учит ценить не упускать мелочи жизни и я не могу передать словами насколько экранизация удачно пейзажи потрясающе красивы безмятежная атмосфера убаюкивает и напоминающие о властелине колец саундтрек от эвана кола пробуждает эмоции о которых вы уже могли забыть согревая душу но больше всего мне нравится изображение того как выглядит ход времени для таких созданий как фрирэн сезоны сменяются за мгновение между сценами незаметно проходят месяцы она покупает вещь в магазине идет на прогулку теряется проходит несколько секунд она возвращается и продавец уже состарился без должного внимания можно пропустить много мелочей но если вы готовы ненадолго отключить свой тиктокерский мозг и дать себе время проникнуться неторопливым сериалом я гарантирую эта история станет для вас одной из самых прекрасных за весь год но не только у нее в этом сезоне есть потенциал мне же те неудачи одни из самых изобретательных применений анимешных способностей тут парень с регенерацией как у росомахи превращает все свое тело в оружие сюда на любопытненько любо нет любопытненько это можно глянуть способностей тут парень с регенерацией как у росомахи превращает все свое тело в оружие он стреляет частями тела и используют регенерацию для ускорения в воздухе это не самые мудреные силы но чувствуется что автор много думал над тем как простейшие способности могут повлиять на боевой стиль человека если он да ну я понимаю насколько это полный бред но любопытный бред но это бред это такой просто дичайший бред просто он летает на собственной крови он регенерирует это это точно шизоидная картина но мне почему-то любопытно идет ци приемы до абсолютного пика и мне нравится это чувство сенен джам в последнее время жжет совсем своим аниме может это и не нашумит как другие хиты но это явно одна из темных лошадок сезона наряду с этим я знал что это будет одно из красивейших аниме осени и читавший записки аптекаря уже лежит уже лежит на списке как-то когда-нибудь глянуть она пока еще выходит кстати очень взволнованный и не представлял чего ждать от записок аптекаря так что рад сказать что после премьеры я понял о это же доктор хаус в имперском китае тут гремлину уолтер вайт варит препараты для дворца плюс есть немного политических интриг я определенно заинтересованы жду только чем же сериал меня окончательно зацепит скажу честно я такой идиот что до просмотра путал апотекария с аптекарем знаю это моя проблема но как насчет название которое понял бы даже я единственная проблема по-любому если главный герой девушка все все вокруг ее пизд то есть нее будет крутиться вертеться по-любому сотни кунов которые будут хотеть эту эту тянку и так этим и закончат скорее всего сериал но это только предположение но я слышал эту аниме достаточно часто расхваливают поэтому не буду поспешен кори с аптекарем знаю это моя проблема но как насчет название которое понял бы даже я если хотите безопасное название пусть будут журналы фармацевта но лично я считаю что тематически больше подойдет другое мемуары наркодилера новое аниме про пожарных спасающих токио охваченный огнем после того как магическую битву назвали середняком приятно видеть аниме про пожарных которые борются с огнем как настоящие пожарные они как обычно бывает в аниме когда они борются с огнем просто ну хорошо хороший камень в огород пошел хороший камень в огород это некоторые считают иначе он как настоящие пожарные они как обычно бывает в аниме когда они борются с огнем просто но выбивая из него все дерьмо ладно что дальше был был бастер от студии больных ебанатов это наверное самое приземленное меха аниме что я Меха. Меха. Почему? Каждый раз раскрывая дело, он говорит преступнику убить себя. Это смесь Шерлока и Лоутир Года. Пришло время для... Что это Исикай? Или же лишь фэнтези? У нас Мак-Целитель новый старт по новой... ...где все персонажи не ёбнутые. Аниме про злодейку с определённой не Марией Антонетной, возвращающейся в прошлое, чтобы остановить французскую революцию силой Маэ и чеканье привилегий. Ненасытный берсерк. Вот кое-что не похоже. Да ё-моё, а чё так мало про хроники Империи рассказал? Любопытненько. Тоже, наверное, отложу так просто глянуть пару серий. Зайдёт, не зайдёт. Французскую революцию силой Маэ и чеканье привилегий. Ненасытный берсерк. Вот кое-что не похоже ни на что в этом году. Зацените. Протагонист фэнтези крут, потому что он черноволосый и носит тёмный плащ. Но вначале он был слабаком, и над ним издевалась разволосая сука. Но, к счастью, к счастью, есть прославленный рысарь со светлыми волосами, которая почему-то его защищает по имени Росино. Но по-настоящему уникальная его особая способность, делающая его сильнейшим даже на первом уровне. Она называется чревоугодие и позволяет ему поглощать характеристики всех, кого он... Ой, блядь, я... По этому концепту есть даже манхва. Господи, начинается. И, по-моему, в этой манхве даже упоролись настолько, что даже такой неподобный персонаж поглотил, типа, слизь, которая поглощает. Короче, ребят, эта идея, я не знаю, эта идея уже развивается ещё в манхве. И уже приходит ещё и к нам. Я не знаю, авторы упарываются максимально с этой хернёй. ...даже на первом уровне. Она называется чревоугодие и позволяет ему поглощать характеристики всех, кого он победит. И представьте себе, он ещё и подружился с говорящим мечом. И, о боже мой, он начинает убивать гоблинов. И я не думаю, что сейчас есть хоть что-то... Короче, собрали... Вот просто вот собрали пачку ведро. Ведро. Вот такое вот с говном из разных иссякаев и популярных тем. И высыпали в одно, чтобы назвать это ненасытным берсерком. Я просто... Я помимо того, что смотрю аниме, иногда почитываю манхву, мангу. И это мне уже знакомо. Такая херня и такой концепт мне уже знаком. Уже есть. Я не помню, правда, точных названий подобных картин. Но уже такое слыхал где-то и видал. Что-то похожее на это аниме. Рагну Багрового хайпили читавшие мангу. И от 40-минутной премьеры я ожидал чего-то большего, чем разгневанный человек, ненавидящий драконов. Который клянётся убить дракона и буквально слишком разгневан, чтобы умереть. Может, оно займёт место бездумного... Концовка Фэритэла только взята в концепт целого сериала? Ладно. Клянётся убить дракона и буквально слишком разгневан, чтобы умереть. Может, оно займёт место бездумного Эджио сериала сезона. Впрочем, Эджио в этом сезоне много. И я имею в виду много. Чтобы выделиться, нужно сделать что-то особенное. Наконец-то. Она здесь. Годзилла. Ребят, я спрошу у вас кое-что важное, а то я сам не уверен. Ладно, слушайте. Итак, король объявляет о намерении совершить геноцид. Он похищает женщину, раздевает её на глазах ликующей толпы, а затем хладнокровно казнит и демонстрирует её отрубленную голову, пока осиротевший мальчик, о котором она заботилась, кричит... Так вот, я просто хочу убедиться. Он что, злодей? Если вы искали пиковую Эджио сезона, вы её нашли. Этот сериал бесхитростный, как белый фургон с надписью «Бесплатные конфеты» с Джимми Севиллом за рулём. Но у меня слабость к мирам, где сталкиваются магия и технологии. Когда гигантских големов, громящих танки, забрасывают зажигательными бомбами F-35, пока самый разгневанный человек в мире стреляет комически большой пулей в небоскрёб и призывает волшебные пулеметы из жопы, мне становится плевать. Да и похуй, что это Эджио, потому что мне 33, и это глубоко. Что нахуй? Ух, бля! Ой, господи, серьёзно? Оу. И это глубоко. Что нахуй? Что нахуй? Что нахуй? Ух, бля! О, господи, серьёзно? Хм, Стив Джобс. Даже не знаю, как описать эту историю от покойного автора Сакамото. Пара близнецов обманывают усыновившую их богатую семью, не знающие, что на самом деле их двое. Они пользуются этим, чтобы нахуй свести родителей с ума. Не могу понять, смешно это должно быть и... Посмотрю. 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 Вот это любопытно. Вот это мне интересненько. И я, по-моему, уже ранее слышал об этой аниме. Посмотрю, да. Уже наслышан. На удивление. Двое. Они пользуются этим, чтобы нахуй свести родителей с ума. Не могу понять, смешно это должно быть или жутко. Это какие-то антиутопичные ютуберские пранки, каждый из которых написан как сцена с чипсами и тетради смерти. Но, эй, я им ничего не предъявляю, потому что предъявлять что-то ютуберам в 2023-м, это как-то... Мы получили новое гоночное аниме о Формуле 4 про существование, которое я до этого аниме не знал. И меня смущает то, что Initial D тоже вернулся с сиквелом-ремотом. И, слушайте, обгон сделан режиссёром Судьбы, Истоки и Рекреаторс, и по нему видно, что в него вложена душа. Они даже приложили усилия, чтобы все спонсоры стопроцентно соответствовали тем, что можно увидеть в гонках. Но и вробит это и вробит. О, аниме про визуальные новэ... Даже не заставлять, это полный кал. Это... Ну, это просто кал. Это... Это просто один огромный гигантский рекламный кал. ...отствовали тем, что можно увидеть в гонках. Но и вробит это и вробит... Нормальные аниме-гоночки, они в своё время были хороши, а сейчас... Не могут реализовать нормальное и сделать хорошо. О, аниме про визуальные новэллы и вполне неплохое. Представьте белую коробку с новой игрой в 90-х. Иллюстратор перемещается во времени в золотую эру визуальных новэлл, где у всех девушек были эти долбанные глазища. Это стоит глянуть хотя бы, чтобы увидеть, как развивалась культура Атаку. От скромных начал, когда в электронном городе Акихабара продавалась такая электроника, до... Той фигни, которую выпускают сейчас. О, мои девушки получили второй сезон, и они добавили для него двух новых девушек? Что дальше? Пять девушек? Шесть девушек? Всё-таки даже в аниме гарем не может стать сильно больше. Верно? И даже не надо смотреть, чтобы понять, что Кал. Как по мне, обгон приколен. Зная авторов, зная, кто взялся за эту работу, я сразу могу сказать, что это Кал. Это просто Кал. Всё, сразу же. Потому что эти люди не умеют делать сценарий, они просто максимально, блядь, делают всё тупо. У них нет никакого опыта нормального сценарирования. Вон, чего стоит тот же самый фейт, блядь. Просто одна огромная помойка рекламы. Поэтому нет. Пять девушек? Шесть девушек? Всё-таки даже в аниме гарем не может стать сильно... Фейт... Фейт зеро? Фейт зеро сделан фанатом, любителем написанным. Единственный... Единственный фейт, который заслуживает внимания, и который делал... Делалось не авторами. Который можно не учитывать. Пять девушек? Шесть девушек? Всё-таки даже в аниме гарем не может стать сильно больше. Может. Верно? Сто девушек. Матерь божья, они это сделали. Финальный босс гаремного аниме прибыл. Это та аниме, где герою присулили такую херню, типа... Он... В него будут все влюбляться, но он выберет одну. Чё-то такую херню припоминаю. Пока мы не можем найти хотя бы одну девушку, чувак нацелился ни на одну, ни на две, ни на пять, ни на десять. Сто девушек его цель, и он только в начале своего пути. Это ванпис обольщение, властелин колец дегенератства. Это не история гигачада, это история гигачада всех гигачадов. В гаремнике сотни девушек и бесконечным выбором для фандома он убеждает аним... Хорошо, что я такое не смотрю. Хорошо, что такое я просто скипаю. Я знаю, я слышал про это. Держи. Всё верно, этот человек единолично покончил с войнами вайфу. Его опасно оставлять в живых. Я не знаю, чем романтическое аниме может удивить меня после такого. Посмотрите на это. Искушённая ты и незрелый я? Популярная девушка и лузер задрот, у которого не было девушки. Никогда такого... Никогда такого не видел. Фарфоровая куколка такая. Привет, здрасте. Ладно, хорошо, допустим, допустим. Да, нет, это... Не думайте об этом. Полная ты и незрелый я? Популярная девушка и лузер задрот, у которого не было девушки. Никогда такого не видел. Не терпится два сезона прождать, пока они не возьмутся за руки. Не может быть. Мы на 45 секунде. Это то, что я думаю? Я понимаю, что кукла лучше. Я просто говорю, что... Немножко так-то это... И чуть-чуть идеи, и чуть-чуть концепты, и персонажи немножко откуда-то спиздили. Что-то мне это напоминает. И первое, что пришло в голову, это кукла. Про задрота и симпатяшку, которой никогда такого не было. Девственность. Финальный босс для всех геймеров мира. Патенте всегда было одним из самых труднейших достижений. Требующих освоения сложнейших механик, которые только есть в гейминге. Включая скативание, приложение для знакомств, троганье травы. И даже иногда разговоры с женщинами. Геймеры... Приложение для знакомств, троганье травы. И даже иногда разговоры с женщинами. ААААААААААААаААААААА АААААААААААА!!! БУМ! Хорош. Хорош. Геймеры десятки лет пытаются побить легендарный рекорд, который поставил Алаб... Ооо! PAMA SLAMMOR X69X И сегодня появился новый претендент Это история человека Который уничтожит спидран По потере девственности на любой процент Аааа Да брось ты издеваешься Да ну иди ты нахуй Ты гонишь Ааа Ааа Какого черта Да ну Да брось Рад за фейлин ребята Рад за фейлин Блядь Какого черта Огроменное Большущее спасибо Тесла Арфира Урбан 2236 Роману Юзвинскому Тервал Дистар Киро Вёрджилу Винтер Орбит Мэконикс Юр 4К Я там это Ааа Ну В принципе ничего нового Ничего интересного Подметить можно Пару такую Пару тройку таких Аниме Которые Ну просто Из любопытства бы глянул бы А прям что-то такое Что Что прям совсем Прям разъёб От которого я прям Вау Нифига себе Не Нихуя Херня какая-то Тё херня Хотя вот Нинжа упоротая Аниме Прям максимально Упоротая херня Можно числа ради Рофла Не знаю глянуть Что ж ребята Всем спасибо За просмотр Подписывайтесь Кто не подписан И увидимся В следующем Видеоролике Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok